Всем привет, друзья! Ну что, я снова на рыбалке и сегодня буду ловить судака, как я вам обещал, проверять астелеон на дальних дистанциях, на большие веса. Вот, вода у нас сейчас высокая, в принципе, рыбка должна быть, судачок должен быть. И вот я смотрю, что это кайфец. Это кайфец. Дядя Юра что-то у нас уже поймал, давайте посмотрим, что это. Дядя Юра, ну что же это такое? Ну что же ты? Блин, это потому что ты приехал. Хороший, отличный. Из поклевки, да, ты говоришь? Поклевка. Офигеть. Все, я тогда уже собираюсь. Традиционно взял с собой супер дальнобой астелеон 101, трехметровый, четырехтысячный ванкиш и намотанный туда айбрейт от клаймакса, шнурок. И вот, собственно, приманка, которую я сегодня ловлю, это фишап Виппо на 28-граммовой голове. Как я уже говорил, у меня палка Мегабас Астелеон до 30 грамм верхним тестом в длине 3 метра. Это 101 мл. Вот именно на такие снасти сейчас необходимо ловить у нас на Днепре, потому что очень сильно подняли воду, идет течение серьезное и надо им как можно дальше бросать. Судак стоит очень далеко. Вот не добросил и все, и до свидания. Вот. есть друзья есть ох какая подача шикарная ой-ой самого выброса ох какая подача ох красота юрец ох вот это дал на самом-самом выбросе друзья на 28 грамм конечно это я скажу вам такая себе тяжелая атлетика выкачивать его самого далека но он есть он есть мои дорогие и вроде хороший 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 есть контакт 1 на сегодня и какой первый и какой и какой вот он 28 грамм вот как взял на vipo я тебе сейчас дам вот он не зря я все-таки ставил сегодня не зря сегодня ставил друзья большие веса вот он красавчик вот и вот друзья вот этот красавчик на vipo 3.6 в цвете лох вот такой вот двушка ну тут железобетонная двушка и скажу я вам если бы я ловил на палку с тестом нижним каким-то более низким то хрен бы я туда добросил конечно вот как раз вот остиллион вот трехметровый до 30 грамм это заточенный он под рыбалку вот в таком вот стиле и слава богу рыбулечка сегодня вот такая красивая у нас есть это просто кайф я скажу вам следующее я ловил до этого на 18 грамм вольфрам это все конечно хорошо но приманка не долетала туда откуда у меня произошла вот это вот поклевка и чтоб отрадно поклевка такая именно в стиле отдай спиннинг отдай вообще все на свете очень крутая поклевка такая как надо давно я уже такую не ощущал тем более супер дальней дистанции и на вот такие вот снасти нифига не легкие я надеюсь что это далеко не последний судак на сегодня потому что сейчас его время сейчас его время на выбросе что-то уже зацепил несет мусор несет постоянно всякую фигню толще воды и так получается что цепляется как только она за шнур сразу же можно выматывать потому что проводки нормально уже не будет как же хорошо он ударил туда его подальше да с такой палкой можно выходить на днепр практически при любых условиях и конечно что касается жереха это как раз для него можно бросать целый день и рука в принципе не устает кстати друзья я снимал уже ролики о ловле судака на дальних дистанциях вот сейчас в подсказке вылезет ссылка на этот ролик переходите смотрите я ловил с этого же места но ловил я на более легкие веса потому что воды не было и целесообразность использования весов около тридцаток не было ну а сейчас есть это именно тот случай когда кто дали бьетой краще грая именно тот не добросил не поймал добросил есть результат если бы еще не дождик вообще было чудесно есть друзья есть ох какая подача вы видели ее тоже супер дальняка супер-супер дальняка самого-самого выброса есть сюда этот вроде поменьше но все равно он есть и вот вам и весна то что я говорил что можно сейчас выйти на перспективные точки и полностью отдохнуть не поймав ни хрена а можно сейчас и половить немножко ух тяжелая атлетика тяжелая друзья атлетика но это очень приятно этот судачок меньше значительно но все равно все равно все равно он в активе вот такой красавчик 28 грамм это кайф это просто кайф это кайф и огонь плыви мой дорогой и позови нам еще вот такого как был перед тобой красивого большого еще хочу еще хочу сегодняшнюю рыбалку можно наверно смело назвать ловлей из преисподней потому что очень далеко стоит рыба буквально на первых на первых метрах проводки друзья случаются поклевки то есть дальше уже нет резона крутить нужно перебрасывать это конечно занятие еще то тяжелая атлетика но шо ж поделать хочешь ловить рыбку маслай о как хорошо пошел на самом деле я вот сейчас ощущаю что 28 грамм для этой палки это не предел есть у меня 30 есть у меня 35 и даже 40 но что касается 40 это я немножечко как говорится что-то я очкую потому что забросы такие хлестки как ни крути но хотя что с ней станется в случае критической нагрузки репнет шнур с палкой не будет ничего посмотрим посмотрим сейчас попробую еще поставить больше многие из вас могут задаться вопросом почему именно я поставил випах ну все просто заброс супер дальний а приманка она имеет длину но имеет небольшой объем поэтому сопротивление в воздухе тоже она имеет гораздо меньше чем к примеру тот же самый юшет вот поэтому именно она есть друзья есть контакт тоже как втулил хорошо и тоже сдалека и ушел сошел 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 бляха муха есть контакт есть контакт есть контакт это тоже близко вот он вот он друзья знакомьтесь это судак но он незачетный но он взял но он взял мы его отпускаем и продолжаем тут должны быть друзья покрупнее тут они есть есть контакт тоже самого далека ой какая поклевка о это 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 хороший это хороший это хороший это хороший это хороший ох рука левая болит блин он уперся ага под берегом под берегом начинает колотить понты это кайф это просто друзья кайф 28 грамм 28 грамм ну скажу я вам он неплохой но думал я что будет там покруче ну хотя это тоже да дядюр пойдет вот вам и киевская рыбалка вот вам и киевская рыбалка отпускаем красавчик какой же он красивый какой же он красивый ну келуха плыви келуха есть друзья сразу же только дно поймал только поймал дно и вот он мой сладкий вот он мой сладкий это кайф это рыбалка это кайф вот он так что то глазенки повылазили у него немножко сейчас посмотрим уплывет или нет а вот вам друзья и секретик тот который обещал самое главное при ловле на дальних дистанциях не переборщить с грузом и ни в коем случае не сделать так чтобы груз был не на максимум то есть я руководствую следующим если у меня нет паузы такой которая мне нужна я ставлю груз супер большой вот бросаю дальше если там тоже нет этой паузы то иду на уменьшение вот и ни в коем случае нельзя делать так что вот вы бросаете далеко дна даже поймать не можете и все и не чувствуете вашей приманки ее сильно несет все вы ставите меньше вес и бросаете ближе ну не так особенно весной на днепре нужно ставить ровно столько чтобы у вас был максимально дальний заброс и максимальная пауза то есть к примеру ставим там 35 грамм бросаем бросаем супер далеко паузы нет это говорит нам о том что там глубина не позволяет чтобы мы сделали нормальную проводку нужно идти на уменьшение но не как что мы бросаем 28 грамм или 35 у нас сильно несет и мы ставим меньше чтобы не несло нет нужно уметь работать на тех дистанциях на которые на которые мы можем максимально далеко забросить наши снасти особенно это актуально в Киеве на днепре весной потому что судак зараза такая что если он стоит где-то локально он может там стоять только там вот именно там если мы туда не добросили до него то мы его не поймаем как бы мы вальяжно классно плавно не вели весна это не лето потому что летом судак более-менее рассредоточен его можно поймать буквально на любой глубинах на разные приманки и там уже можно в принципе колотить понты скажем так там выбирать там цвета выбирать там приманки вот а здесь сейчас идет с работой чисто на дальней дистанции и если я сейчас поставлю допустим тот же самый юшет я просто туда не доброшу хотя юшет будет работать вот по судаку если бы мы стояли сейчас на лодке и бросали туда куда долетает моя приманка он бы работал гораздо бы лучше потому что все таки судак агрессивный по весне вот юшет это рыбка имитирующая скажем так его естественный кормовой объект судак может там стоять хороший который может игнорировать пиявочку в виде випо но юшет я туда просто-напросто не доброшу поэтому випо поклевка была слабенькая правда погода сегодня весенние сегодня было все и солнце и ветер и штиль и ништиль и судак с дальняка у меня повис и все что угодно сегодня было вот тяжелая атлетика что-то вообще происходит они я думаю что багренный потому что не не багренный хороший 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 друзья вот такой вот такой пузатик вот он вот он мой дорогой вот он мой сладкий вот он мой сладкий царский красавец судак ох как взял хорошо хоть и повис но взял очень хорошо ну такая добротная келуха отпускаем так ну что друзья после обеденного перерыва пришло время пару раз шмальнуть погода притихла и хочу вам сказать что вот немножко даже удалось поспать днем взял с собой каремат и кимарнул проснулись рано сейчас немножко притормаживаю но ничего страшного главное чтоб судак был на месте есть друзья есть да да есть друзья там судачок есть он никуда он не делся он там есть в этот раз без поклевки в этот раз повис но рыбочка есть ох против течения его достать конечно трудозатратно вот он вот он вот он судакевич что-то у него ракушняка во рту немерено ладно выплюнешь ну уплыл все в порядке с ним безумно тридцать пять по-другому он по-другому по-другому это 35 перегруз 5 граммов он для теста я думаю что незначительный летит летит это хороший друзья это отличнейший 35 грамм перегруз перегруз ох какая подача не понял ну скажу я вам сразу же не такой уж он сильно и хороший но дело в том что на струе кажется что он хороший вот он фух рука левая отваливается маслать катушку тихо 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 хорошенький отпускаем иди домой мой 35 грамм это хороший оказывается вес самый что ни на есть береговой этот без поклевки этот навис но мне без разницы пусть нависает нависк это тоже хорошо выдуваю друзья струей и вот очередной судачок конечно же мы его выпускаем так друзья пожалуй все таки на этом все воду толкнули так что стоять нельзя он уже лавку затапливает короче будем выбираться потому что можно намочить все что только можно ну что друзья прошла сегодня рыбалка на ура рыбалка была судаковая рыбалка была на пацанский джиг 30 35 грамм даже приходилось ловить и очень хорошо что она во первых состоялась во вторых она была удачна погонял я сегодня астиллион погонял я его на его верхнем тесте и могу вам сказать что обязательно для киевских рыболовов и для рыболовов которые живут на больших реках где необходимо ловить на дальних дистанциях весами 30 35 грамм необходимо иметь такую палку в арсенале потому что ну если ты не добросил до него будь то судак или я не знаю или жерих вы сами знаете что он просто-напросто не клюнет палка я доволен целый день отмасал правая рука не болит хоть я держал ей удилище да болит левая потому что вот вращение катушки очень дальний заброс и первые метры проводки только приносят рыбу в общем с вами был владимир воротняк подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие ролики на моем канале и до встречи